Друзья, с вами поговорить о карте реальности по поводу вашей территории. Я вам высылаю три письма, где есть основы, как адекватно рисовать вашу карту территории, по которой вы будете прокладывать свой маршрут, свою лоцию. Но некоторые, уже получая эти письма, смотрят и говорят, Юрий Николаевич, а что делать-то? Они ожидали, что придут какие-то контурные карты, которые вы будете раскрашивать в связи со своими особенностями или предпочтениями. А там нету контурных карт, там есть алгоритмы, есть понимание, а контурные карты-то вы будете рисовать сами. Во-первых, контурные карты вы должны нарисовать, потому что у разных людей разные территории. Во-вторых, вы должны поставить свои границы на этой контурной карте, ну как между государством есть граница. И самое главное – раскрасить, сделать некие психологические акценты на этой контурной карте. Ну, первое письмо – это письмо о сенсорном восприятии этой реальности. И там рассказано, как мы воспринимаем эту реальность. Вижу, слышу, нюхаю, пробую, трогаю. Говорится о ваших особенностях, генетических особенностях, когда вы видите, ну вот я, например, у меня репрезентативная система киностетическая. Но у меня неплохо развитая референтная система визуальная. Вот саудиальной как-то я всё это запустил с детства, а сейчас я вообще плоховато слышу. Но вы-то можете расширять диапазоны своих модальностей восприятия реальности, и там даны упражнения. Это вот первое, когда вы рисуете свои контуры, контуры вашего восприятия этой реальности. Но кроме контуров вашей этой территории, на которую вы после первого письма уже можете нарисовать, вы же есть сами, вы находитесь на этой территории, и какие ваши границы? Мало того, что границы, а как вы по этим оврагам, перелескам или горам лазаете? И здесь важна и координация, и ощущение своего тела. И здесь мы об этом будем говорить. Посмотрите, как ребёнок воспринимает реальность иногда, не попадая в рукой по игрушкам, которые висят у него над кроваткой. Это тоже важно. И самое главное – это ваша психологическая граница с другими людьми. Как часто с грязными ботинками влезают вам в душу, пользуются вашими игрушками и не обращают внимания на ваши интересы? И вот здесь мы будем говорить о разных территориальных границах, которые лучше соблюдать и не допускать всех. Наверное, кому-то строгую шенгеновскую визу, а кого-то вообще венгор и не пускать к себе поближе. Это тоже важно. И это есть отражение той карты территории, в которой вы живёте. Но и самое главное – это развитие территории. Ваша территория вначале, ну там, у матери, но у груди, манеж, ну может быть, комната, но дальше садик, дальше, дальше. А кто из вас сейчас запер себя около компьютера в своей комнате и боится выйти в этот реальный мир? А ведь только в реальном мире, только осваивая новые территории, вы можете реализовать свои амбиции. И вот третье письмо – письмо, как это делать, как расширять свои границы той территории, с которой вы начали. Её уничтожать не нужно, это как малая родина. И я буду вам посылать нарративы, истории о том, как, вот, например, история, нарратив, как я осваиваю свою территорию. Я напишу, я уже написал, и буду вам высылать, и ещё напишу пару писем, ну, например, о своей ещё территории. Может быть, про территорию, как осваивал Колумб, ну, я уже смеюсь. Но наверняка и у вас есть свои истории, истории осваивания своих территорий. Вот это интересно поделиться. И я бы дал возможность вам, или в визуальном ряду, или в эпистолярном жанре, где я прочитаю вашу историю. Это важно. Во-первых, вы услышите себя, а во-вторых, кому-то поможете. Поэтому, друзья мои, давайте писать карту реальности территории. А для этого напишите мне на почту письмо-заявку. И с этого начнём.